Сегодня с вами приготовим суп харчо. Вкусно, просто, легко. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять вкусный рецепт. И начинаем готовить. Помидоры. 4 помидора где-то, 2 лука, 2 картошки, морковка, чеснок, лавровый лист, кабачок. Я добавляю кабачок, мне нравится. Немножко овощей, курицу, томатный сок специальный для готовки, паста, спагетти. И как сейчас помидоры закончились, я беру этот сок хороший, у него больше вкуса. На паприка красная, кориандр, соль, перец, масло, рис, немножко риса я готовлю на 2 литра. Сафран, у вас шафран называется. И у меня расальханут, а у вас есть специи, называется хмели-сунели. У меня таких нету, я беру наши специи, похожие на ваши, расальханут называется. И много зелени, петрушки, кориандр, укроп, немножко я положу сельдерея. Немножко сельдерея мороженого, если у вас есть свежий или мороженый. Поджарила курочку, такие столовые ложки масла. Сейчас добавила порезанный лук, порезала морковку и тушим лук. До лук поджарился, добавляем нашу морковку. Тушим минутами, солим, перец. Все протушилось, добавляю 2 литра воды. Залила водой, вложу кориандр, 2 чайных ложки, вы положите одну, попробуйте, если хотите больше, доложите больше. И паприку, чайную ложку. И раз раханут у меня, с хмели-сунели, чайную ложку. Варим наш гульончик минут 20. Если хотите варить больше, варите больше. Я варю. 20 минут этого хватит. Потом добавляю картошку и добавляю одну дозу сафрана. Если хотите больше, добавьте больше. На ваш вкус. Да, я положила уже лавровый лист, соль, перец. Перец, картошечку. Когда мой гульон хорошо проварился, добавляю картошку и варю минут 5. То, что у нас сейчас проварилось, добавляем кабачки и еще минуток 5. У меня рис быстро варющий, я промыла и добавляю с кабачками. Варим все, 10 помидоров я измельчаю. Когда рис варился, добавляю наши измельченные помидоры, стакан сока и наш синдерей. Все перемешиваем. Я добавила чайную ложку соли. Вы попробуйте на ваш вкус и добавьте, если нужно больше специй. Я добавила тоже чайную ложку кориандра больше. И смотрите на ваш вкус. Все, минута. Добавляем хороший пучок зелени и в самом конце. И выдавливаем чеснок. Добавляем чеснок, нашу зелень и выключаем огонь. Вот такой супчик у меня получился. Мой суп и готов. Всем приятного аппетита! Подавать так или так, как хотите. Субтитры сделал DimaTorzok